Привет, друзья! Сегодня пеку безглютеновый хлеб. Хлеб очень простой, из пшена и зеленой гречки, что очень радует никаких дрожжей и никаких заквасок, и вполне доступные ингредиенты. Количество ингредиентов, как всегда, в описании под видео. Итак, пшено и зеленую гречку надо хорошо промыть. Особенно пшено, оно всегда очень грязное. Сначала промываю в глубоких мисках, а затем уже промываю хорошо в сите. Далее заливаю холодной водой. В гречку главное не наливать много воды, чтобы не было много слизи. Пшено можно залить и побольше. Миски можно накрыть крышками и оставляю на ночь. На следующее утро подготавливаю остальные ингредиенты. Первым делом перемалываю в кофемолке семя льна. Далее заливаю его водой и оставляю набухать. И пока лен набухает, промою хорошо крупу. Промываю хорошо в сите. С пшеном все просто, а в гречке образовалось много слизи, поэтому хорошо промываю под проточной водой. Итак, за это время лен хорошо набух. И теперь все ингредиенты отправляю в блендер. У меня блендер стационарный, он очень мощный. Если у вас нет такого блендера, либо он очень слабый, то тогда лучше измельчать частями, либо воспользоваться измельчительным с ножами, который идет в комплекте с погружным блендером. Сюда же отправляю соль, растительное масло. Можно использовать абсолютно любое растительное масло. И также добавляю соду и яблочный уксус. Не обязательно все это измельчать до однородного состояния, до какой-то гладкой массы. Пусть остаются крупинки. Если масса получается очень густая, можно добавить чуть-чуть воды. Эту массу из блендера сразу же можно вылить в форму. Но я хочу добавить еще семян подсолнечника. А также я такой хлеб выпекала и с грецкими орехами. Тоже получается очень вкусно. Все тесто отправляю в форму, разравниваю и сверху посыпаю семенами. Но больше всего, конечно же, я люблю посыпать именно тыквенными семечками. Но за неимением воспользуемся тем, что есть. Отправляю выпекать в разогретую духовку до 180 градусов. Такой хлеб я всегда выпекаю ровно час двадцать. Вы же ориентируетесь по своей духовке. Хлебушек готов. Сразу же извлекаю его из формы, из пергамента и оставляю на решетке до полного остывания. Хлеб получается плотный, очень хрустящей корочкой. Сразу же, предвидя вопросы, нет, хлеб не получается клёклым, он пропеченный. И, конечно же, за счет ингредиентов и способа приготовления он не будет такой пористый, как обычный хлеб. Хлеб реально очень вкусный и сытный. Отличный вариант, когда не хочется, чтобы в составе был глютен, молочка и дрожжи. А на этом у меня все. Я вам, как всегда, желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok